Добрый вечер, друзья. Вопрос на дорожку мне. Значит, Михаил, в одном из ваших видео вы рассказывали байку про гипотетического Сергея Николаевича, который пришел к вам в школу по причине, что его знакомый к отцу учился в вашей школе и отучившись и успешно нашел работу за хорошие деньги тестером. И он-то с университетским уж точно добьется успеха, так как считает себя умнее к отцу со средне-техническим. Да, я рассказывал, что люди, когда приходят, и они говорят, ему говорят, а что ты пришел? Говорят, ну вот там вот Вася учился, там, если Вася может, я точно могу. Вот я это так рассказываю, без высшего и среднего технического там, ну хорошо. Ну считает он себя умнее, и ладно. Может быть не без оснований, может быть. У каждого свои недостатки, не в них суть, но из вашей байки получается, вот, что Сергея Николаевича не очень-то получилось и с учебой, и с новой работой. Мне, да и, наверное, другим зрителям вашего канала жалко Сергея Николаевича. И подозреваем, что к отцу не рассказал ему какой-то главный буржуинский секрет. Или этот секрет рассказывали в классе, когда он выходил. Да, может быть, его знакомый к отцу и старался больше, а может и нет. Кто-то что-то дельное присоветовал, а он оказался открытым человеком, и хороший человек рядом оказался. А несчастный Сергей Николаевич понадеялся на свои университетские навыки обучения в СССР. И пролетел, как фанера над Парижем. То есть, суть вопроса к вам, как можно помочь Сергею Николаевичу? Посоветуйте ему с вашим опытом преподавания в Америке, как правильно учиться. Как правильно работать с книгой, с тем материалом, что в школе начитывают. Нужно ли и что записывать, да и как это делать правильно. И что нужно ли хайлайтить в учебниках, а может что-то нужно заучивать почти наизусть. Такой вот вопрос. Ну что же, друзья, давайте начнем с Сергея Николаевича. Я тут с паркинга выезжаю. Окей. Значит, проблема Сергея Николаевича не в том, что он с книжкой не может работать. Или там вот именно сам процесс учебы, или какая-то была важная информация, а до него не донеслось. И даже не в том, что, допустим, он может быть неприятный человек, хотя обычно этот человек не очень приятный. Обычно не очень приятный. Проблема его в том, что он считает, что ему положено. Понимаете? Вот ему положено. Энтайтлмент такой, вот как у нас говорят, да? Он интайтл. Если Вася может, или там Котцо в данном случае. Если Котцо может, так он вообще все уже, понимаете? То есть, он когда пришел, он уже пришел как бы на готовое. Он не пришел пахать. Значит, Котцо, который пришел, он говорил себе, я там простой человек, таких знаний у меня нет, всяких знаний у меня нет. Может, у меня и английский там не очень, или еще что-то. И он пахал. Он шел как вот в последний бой. Я вам смешной случай расскажу. Там был дядька один. Я был молодой парень, а тому было лет 48. Он был преподавателем там в Бузе. И, ну, мы, там, были родственные связи. Мы иногда оказывались в одной компании. И он каждый раз перейдет с какой-нибудь, ну, мне казалось, старой теткой. Знаете, там, лет 45, какими-то такими губищами, намазанными помадой, курящей, такие, с хриплым голосом. У меня такой стиль такой, такие у меня были женщины. И я ему говорю, слушай, говорю, а где же в Бузе работаешь? Там, наверное, молоденьких много. Чего они у тебя все вот такие, ну, как-то уже. Он говорит, ты, Миш, молодой, говорит, еще, ты пока не понимаешь. Вот когда женщина не знает, будет ли у нее следующий раз, говорит, это, говорит, совершенно другое дело. Понимаете? Так вот к отцу шел учиться, не зная, будет ли у него следующий раз. Понимаете? Он шел, и все, его остановить было нельзя. Он занимался и занимался, и он не слушал придурков. И у него не было ощущения, что ему положено, и что можно без труда, и что можно нахамить, что можно нагрубить, и что он такой весь, вот такой он весь крутой. У него абсолютно не было этого комплекса, который блокирует все в жизни человека. Начиная от отношений с другими людьми и кончая тем, что он не доучился, не... Ему же положено, что он учиться будет, ну, ну, что учиться? Вот, вот поэтому это называется этитюд проблем у нас, вот, значит, в Соединенных Штатах. Называется этитюд проблем. Это очень часто бывает, и больше того, я вам скажу, что каждый из нас, я не исключение, в отношении каких-то дел, которые мы делаем у нас, наблюдается этитюд проблем. То есть мы что-то не делаем, потому что у нас вот такой этитюд, вот такое отношение вот к этому. И в силу вот этого отношения мы не в состоянии ничего сделать в этом направлении. В другом деле у нас другой этитюд, мы добиваемся. Есть люди, у которых этитюд неправильные в отношении создания семьи, есть люди, у которых этитюд неправильные в отношении, там, в отношении с другими людьми, в отношении собственных талантов. Или, допустим, вот это вот соотношение таланта и труда, который этот талант... Проезжай. Талант должен потратить, понимаете, вот он такой способный, ему уже и заниматься не надо. Или вы не видели таких способных, которым уже заниматься не надо? Вот, или он там блатной, допустим, да, у него там дядя где-то, завмак, я утрирую И вот ему уже не надо, там за него договорятся, там все сделают Он еще считает себя выше других Поэтому вот эта проблема, вот этого Сергея Николаевича, условного В неправильном этитюде Я ни в коем случае не имел в виду, что у одного образование лучше, а у другого образование хуже Нет, у нас тут все с высшим образованием, вы себе не представляете У нас человек без высшего образования в школе, но это только если вот ему там 19 лет, ну, 23, допустим А он приехал два года назад, например, может не быть высшего образования Это редко, у нас, ну, я даже не знаю, на 20 человек может один такой Да они все с высшим образованием Ну, не обязательно техническим, не обязательно, если техническим, не обязательно компьютерным Или там electrical engineering, что-то такое, не обязательно поэтому проблемы не в образовании и не в опыте работы а проблема в том что эти вот я вам другой пример приведу из этой же области у нас был эпизод такой только-только школа эта началась находилась она еще не тут находилась она в палалтовской джуйки там рентовали комнатку вы небольшую ну и так как раз вдруг пришла к нам первая слава вот вдруг а народ тогда был знаете ну может быть полгода школа существовала народ тогда был такой по-английски не говорил образование самое разное с высшим с высшим ну самое разное не компьютерное и возраст такой был ведь не то что там 20 летних не было там средний возраст был лет 35 38 и так ну и короче уж компьютерщиков точно там не был и вот как-то вдруг найти очередь такая выстроилась и мы стали отбирать это уже может быть третья группа там 4 по серьезному стали отбирать но чтобы уже человек который без языка там или но вообще но но компьютер в глаза не видел чтобы он все-таки пошел позанимался немножко потом приходит короче идет собеседование отбор идет приходит женщина вот это вот к отцу вот как раз из грузии была женщина такая ну я боюсь соврать скажем так средних лет и она была типа компьютерщик ну то есть в ее понимании на крутой компьютерщик моем давно какой-то компьютер я не знаю вот присутствовал это у него в бэкграун она значит она зашла с таким видом как будто она царица савская я не могу сказать что она была неуважительная к нам нет этого не было этого не было но она зашла с таким видом у нее она смотрела на два сантиметра выше там головы хоть как будто из гарварда 50-х годов выпускница такая ты и вот то есть у нее было абсолютно ощущение вот этого интайта момента она не пришла вот пахать вкалывать что-то такое добиваться там доказывать что-то в этой жизни себе другим людям не 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 она пришла получить заслуженно и у нее это на лице было написано понимаете и мы там два человека принимали собеседование вот я там еще те кто книжку нашу значит читал там значит вот это руфина там было и значит при том что руфина сама с кавказа вот и да женщина была грузинка руфина грузинская еврейка там и так далее казалось бы у нее должны быть такие кавказские такие дела там вроде бы ну более теплые отношения но в итоге значит мы были абсолютно едины в нашем отношении то есть я говорю ты знаешь где что получится мы мы ее пристроим куда-то и она всем будет говорить что абсолютно ничего от нас не получила потому что она к нам пришла уже лучше чем нужно чтобы получить работу это у нее это на лице прямо написано было и она говорит ты знаешь как я вот на нее смотрю и то же самое думаю и мы ее не взяли это женщина была потрясена она просто охренела то есть когда есть конечно не берут она она не могла себя прийти вот поэтому вот мы возвращаемся к проблеме от этого сергей николаевича которому положено и которому ничего делать уже не надо уже если там какой-то там лох может там с его точки зрения давайте он уже раз классифицировал что он выше что он лучше чем-то чем он лучше чем кацо чем лучше чем кацо лучше вот значит и все это уже пришел поэтому ему не надо помогать в смысле обучение в смысле вот этого всего и жалеть его не надо он просто не дозрел и слава богу что его не взяли потому что но кого не взяли там а когда он настоял бывает как он настоял и вроде его взяли лучше бы его уже не взяли потому что он все равно время потратил деньги потратил и ничем это не кончилось а лучше настойчивый вы не знаете ему гад может не надо может быть так он настойчивый у нас сейчас мы тесты даем но если он тесты уже сдал нужен уже ну что можно сделать давайте но это ему говоришь так намекаешь и все и такие дела поэтому не то чтобы сергей николаевич хотел чтобы ему помогли разобраться с его эти тут пробуемся это не так и не то чтобы ему помешало то что он там у них не доучилась как-то он просто он как бы присутствует но живет в другом мире совсем и в том мире он он уже там ему даже делать ничего не надо поэтому вот поэтому проблема как бы реальный мир разошелся с вот этим вот виртуальным и все вот в этом месте проблема я я так объясняю это как бы мое видение счастливо